И вот именно здесь будет то самое собрание. Где это все дело находится? Да, вечерняя сменная общая образовательная школа номер один. Вы не знаете, где это находится? Это вокзальная 144. Для того, чтобы вы поняли, как сюда дойти, очень сложно. Маршруток здесь нет. Но до сюда дойти вам необходимо. По одной простой причине. Мне бы хотелось узнать, куда делись те 5 миллионов рублей, которые мы заплатили. Ну где они? Ну где они? Давайте просто определимся. Увидимся. Я тут буду присутствовать. Кстати, если вы хотите на меня посмотреть, я здесь тоже буду. Меня попросили все это дело поснимать. Я это буду делать, естественно. Как до сюда добраться? Ну сложно. Прямо перед нами находится локомотив. Ну, в смысле, не локомотив. Это огромный-огромный рынок у паровоза. Помните, да, у паровоза? Старый, нормальный рынок. Вот он до суток. То есть здесь, по сути, событий... Что тут есть? А, ну, самый крайний, это вот они металлолом здесь продают. В смысле металл. Доехать просто, в принципе, можно подняться в поселок Химчистка, то бишь, поляки здесь жили, помните, да, в польских городах. И вниз спускаетесь. Вниз спускаетесь, сюда заходите. Немножко не с этой стороны, а сбоку. Ну, вы поймете. Когда мы встречаемся? С 7 числа в 10.00 утра. Естественно. А лучше прийти в 9.30. Понимаете, да? Ну, чтобы было понятно, что мы все могли продемонстрировать наше общее желание жить в нормальном гаражно-строительном кооперативе «Металлург-3». Тут было, собственно, несколько, мягко говоря, обидных прелюдий. Начнем с цены вопроса. Давайте определимся. Мы на такие вещи ранее ездили. Так вот, это была цена. 2-3 тысячи и не рублей. А так меня мама попросила, и я помог. Теперь про мою маму. Подстилка? Вы так сказали, что за 10 тысяч рублей подотрется? Вы так сказали? А вот теперь все то, что вы мне сказали себе в пиндосию засуньте. Моя мама коммунист по принципам своим. Ни копейки и никогда она не сперла. Я лично сам себе купил квартиру. Я лично сам сделал свое имя. Это было офигенно трудно. Купить себе собственную аппаратуру и стать на ноги. Попробуйте, может, получится. Да, это реально колбасануло мою жизнь. Но мама еще раз скажу. Ни копейки чужого не брала и брать не будет. То бишь, не надо было при мне на мою маму свои косяки складывать. И ее еще обвинять в том, что она никогда такого ничего не делала и делать не собиралась. То же самое, что вы сделали и не пустили на собрание тех, кто мог бы вам бороднуть то, что вы сделали. И вот что они мне сказали. У меня собственный гаража, и список я есть, и вы не должны меня дорегистрировать. А как у вас нет списка-то? Человек-собственник гаражного бокса, является членом кооператива. У нее есть паспорт, удостоверяющий личность. Это основной документ Российской Федерации, который удостоверяет личность. Вы должны меня дорегистрировать. Номер гаражного бокса знает. Пожалуйста, проверяйте по спискам. У вас списки должны быть. Вы представляете, кого правление? Я прошу прощения, я сейчас общаюсь с регистрационной комиссией. Вы представляете, кого правление? Вы представляете правление? Вы не разговариваете с ним? Вы представляете правление? Потому что он вообще никто и звать его никак. Кто сказал? А вы кто? Я приехал зарегистрироваться, меня не регистрируют. Почему? Ну, потому что гараж на матери 83 года. Могу я вместо нее как бы быть на собрании и присутствовать? Я, естественно, говорю. А? Конечно, да. Ну, а почему? Они говорят, нет, освободите помещение. Ну, что? Говорите, говорите, да. Как перевыбирать? Ну, если бы не списалось, приснилось. Нет, я не буду. Я не знаю, за что. Как не знаешь? Нет, почему вы покадываете? Иди. Да и выбор, за кого вы не вас писали. Нет, почему вы покадываете? Иди. Собирайтесь пусть нам, зачем? Если я сейчас приложу свою личную подпись в этот список перевыборной, значит, я участник перевыборной кампании. А я не желаю перевыбору. На регистрации имеются списки. Шапка этого списка гласит о том, что скрепите свою личную подпись как член гаражного кооператива о перевыборном собрании. Следовательно, что за перевыборное собрание? Кем оно назначалось? Для меня это непонятно. И когда я скреплю свою собственную личную подпись, вот этот список, следовательно, мой голос уйдет в гору этого собрания. Этот человек саботирует собрание. Значит, в уставе... Да не на митинге. В уставе, понимаете? Не на митинге. Четко написано. Вы на собрании, вы не на митинге. Вы не прерывайте. Руками не на митинге. Я еще раз, жулик, 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 жулик. На общем собрании, на общем собрании, участники кооператива. Зачем вам присутствовать? Кто-то есть, участники кооператива, которые имеют при себе прорыва тренинг. С отметкой «Гоба в классе живет в плиток». Вы слышите меня? Нет ничего там. Кооператив живет по уставу. Вы что? Я член ДСК. Нет, вы не председаете. Он не пускать в руки не может. Нет, вы не председаете. Не знаю, за что. Являюсь, пожалуйста, Быков отказывает мне в регистрации. Являюсь членом ревизионной комиссии кооператива «Металлург-3». В 2013 году. Тем не менее, мне отказано в регистрации подложные документы. Прошу приобщить мое заявление к материалам дела в суд. Не пустили в гараж? Пропускали. Я фактически владельца. Мы заплатили за гараж полностью. Но нам не дают документов, чтобы его оформить. Мне оформить. Вот на меня. Мне не дают оформить его. Ордер. Потом гараж не пускали, вот моего зятя. Мы купили его. Мы купили. Пропускали, даются бесплатно. Пропуск купили. Мне заставили платить просто за гараж. Заплатили за гараж. Мы за гараж заплатили. Купили пропуск. И еще у меня такой вопрос. Почему нам не дают оформить гараж? Ордер не регистрируют. Мне ордер не дают. Мы купили все, выплатили. Нам не дают оформить. Хотя мы есть списки. Все у них в бухгалтерии известно, что все проплачено. Все сделано. Очень странно. До этого мы пропускали всех всегда. Номер гаража 530. Я добыла пропуск дома. Меня по паспорту не регистрируют. У меня номер гаража 44-54. Все оплачено в начале года. Все нормально, но почему-то не пускают. Меня просто не регистрируют. Гараж оформлен на маму. Я пришел на собрание. Она член Гриска. Маме почти 80 лет без машины. Даже не регистрируют. Доверенность. Проверьте доверенность. Доверенность, паспорт. Где паспорт? Вот паспорт. А если я паспорт куда-то? Так, я забираю? Я забираю. В любых органах имею право поставить правительство. В том числе государственные. Доверенность отбустовит ему. Здравствуйте. Мы с вами идем? Будем поить? Вами не рады. Ну по мне это не будет. А, один. Теперь то, что мы видим. То есть человеку мало для счастья аренды. Ему много подавай. А куда делись 5000 рублей, что мы отдали? Непонятно. Куда все, что было, разворовали? Тоже. А зайти-то сюда было сложно. То есть гарант ваших прав, записанные в Конституции, это ваш паспорт. Но то, что было здесь, это что? Событие покруче Конституции, наверное? С паспортом сюда ни-ни. То есть сие событие противоречит Конституции. И вообще-то незаконно. Просто собрались. И что они делали, непонятно. То бишь все это было круто. Растаскивается то, что мы сделали. Не хочется нам этого. Но теперь возникает лично у меня вопрос. Потому что раньше можно было здесь ставить машину. Ее никто не воровал. А если теперь где-то рядышком со мной машину уведут, что будет по сути? Я не знаю, зато я знаю, что я сделаю. А может и мама сделает тоже. Продаст ваш никакой гараж. И переедем в другое, более нормальное место. Почему нет? Или все-таки вернемся на то, что работало и давало покой тысячам магнитогорцев. Правильный и хороший гараж на Металлургов 3. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!